Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами KFC, так как он недалеко от моего дома. Так как в прошлый раз мне очень понравились вот такие вот десерты. Это было нечто. Я взяла сразу два. Здесь внутри творог, они хрустящие, просто обалденные. Также взяла чизбургер, здесь внутри стрипс такой огромный и твистер. И все, собственно говоря. Давайте приступим. И тема нашего сегодняшнего разговора будет минимализм. Я хотела об этом снять вообще отдельное видео. Потому что девчонки снимают... Как-то я наткнулась на видео одной девочки. И мне очень понравился склад ее ума и то, что она рассказывает. Она просто начала перечислять, сколько всего мы покупаем. А потом в конце не пользуемся. Просто так загрязняем нашу окружающую среду. Да и вообще дело не только в том, что мы окружаем окружающую среду. Дело в том, что мы с каждым годом все больше и больше тратим и не экономим. Но она, знаете, вообще прям... Вышла за рамки и говорила, что она больше не покупает ватные диски и ушные палочки. Потому что это очень дорого. Я с таким не согласна. Я считаю, что... Прийти к минимализму это хорошо. Потому что ко мне... Когда в гости пришла Нурай... Вот как раз таки... Нурай меня смотивировал. Она говорит, что у нее несколько помад. У нее там одна была помада от Armani. А у меня куча помад от Golden Rose. Просто 30 помад. И столько же хайлайтеров. Это делает меня счастливой. Но в тот же момент я понимаю, что это неправильно. Это не нужно. Я трачу деньги не на то. Вот чем покупать 30 помад? Лучше я куплю две, но дорогие, хорошие. Знаете, покупки... Это, конечно, хорошо. Скидки вообще меня добивают. Вот я вижу скидки. Все, я хочу купить. Меня не остановить. Я в последнее время понимаю, что с этим как-то нужно бороться. Не то, чтобы не покупать ничего, экономить на влажных салфетках и туалетной бумаге. Это слишком. Я слушала, слушала ее. И с какими-то пунктами я согласна, с какими-то нет. Ну, сегодня ко мне придет подписчица. Она, кстати, работает учителем. Очень такая разносторонняя девушка. Приятная, в общем, вы видите. Поэтому, наверное, сегодня будет только одно видео. Дел много. Надо дома убраться и все дела. Вот. Я, короче, убираюсь сегодня дома. С утра там начала в шкафу убираться. У меня маленькая комната. Хотя на видео кажется, что она огромная. На самом деле это не так. Мне просто некуда класть вещи. Шкаф забит. Я понимаю, что я просто так покупаю какие-то вещи. Которые в результате не нужны никому. Ладно, одежда. Одежда, ладно. Но вот это декоративка. Бижутерия. Я не хочу тебе отказывать во всем, опять же. Я хочу научить себя покупать только то, что мне надо. Позавчера, например, вечером сижу, я уже разогналась покупать за 60 фунтов стерлингов. А это на минуточку получается на наши деньги почти 130 монат. Там какой-то бьюти-бокс со всякой косметикой. Потому что изначально этот бокс стоил 80 фунтов стерлингов. А получается, что я его покупаю за 60. В общем, внутри меня есть такая болезнь. Увидела скидку, купила, да понадобится. На запас, а когда-нибудь буду пользоваться. Я, ребята, реально хочу с собой бороться. Передо мной очень много целей. Вы знаете некоторые из них. Крупные покупки. И к этому всему, чтобы прийти, нужно как-то начать экономить. Или хотя бы, пусть даже не экономить. Просто не покупать ненужные вещи. Ну вот зачем оно мне. Некоторые прям переходят на тотальную экономию. Прям вообще. Это уже слишком. Вы знаете, это уже не жить. Это уже выживать. Поэтому я хочу изменить себя. Хочу, чтобы 2021 год для меня был такой, знаете, показательный. Чтобы я сидела и перечисляла много всего, что я сделала в этом году. Я не могу себе сказать нет. Во всем виноваты как раз таки эти бьюти-блогеры. Я их смотрю. Они расхваливают палетку. Мне все, мне надо ее. Я не знаю, вот этот маркетинг, это реклама, реклама для лохов. Называйте это как хотите. Это все придумано как будто для меня. Вот я конкретно такой человек увидела, например. Сказали, что вы можете по промокоду купить эту палетку почти бесплатно. С 15% скидкой я такая, где купить? Есть доставка у нас. Побежала, все. Пятки сверкают. Я уже делаю заказ. В общем и целом в месяц я трачу 1000 долларов. Это делает 1700 монат наших, а ваши 8000, короче. Или 79. В общем, курс там меняется постоянно. Я беру в среднем. Бывают месяцы я могу потратить, не знаю, вот этот новогодний месяц, декабрь, я потратила очень много. Во-первых, потому что нужно было платить налоги. Во-вторых, там мама поехала в деревню. В общем, расходов было дофига. Но я беру такое, знаете, среднее число. В среднем в каждом месяце я трачу 1000 долларов. В эти 1000 долларов входят коммунальные услуги, свет, газ, телефон и все дела. Продукты. Что-то дома сломается, там купить. Недавно пылесос купили, например, еще что-то. К врачу сходить, анализы сдать. Разные. И цель моя не снизить это число, чтобы, например, в месяц я тратила не 1000 долларов, а 500. Дело не в этом. Я просто хочу тратить на то, что мне действительно нужно. Например, если у меня нету зимней куртки, к примеру, да, я пойду ее куплю. Но если у меня есть три куртки, я иду покупаю еще одну. Просто потому, что я хочу деньги потратить. Я вижу, там скидку. Эта куртка стоит слишком дешево, надо ее взять. Вот это вот я хочу приостановить в себе. Это не значит, что я как крыса уже не буду ходить по ресторанам, ничего заказывать не буду. Просто в какой-то момент мне кажется, что моя вот эта навязчивая мысль что-то купить, она превращается в какую-то болезнь. Это уже ненормально. Как говорит мой парень, ты можешь это себе позволить. Ты слишком много работаешь. Ты можешь это купить. Например, шель, она тоже минималист. Ей не надо, она не купит. Она спокойно может годами пользоваться одними румяными, ей в кайф. Потом идет, покупает, но покупает что-то стоющее. А я нет, мне надо хлама и побольше, и по скидке обязательно. В общем, я замечаю у себя, навязчивое желание постоянно что-то покупать. Возможно, для кого-то покажется это бредом. Я согласна с вами. Возможно. Просто вы нормальный человек. Но есть люди, которые действительно, как я, страдают этим синдромом, или я не знаю, как правильно назвать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Именно те люди, у которых тоже есть такая же проблема. А лучше напишите вообще в Инстаграм, пообщаемся с вами, как вы с этим боретесь. Моя мама. Всю жизнь у нее было максимум две помады. В общем, вся косметика помещалась в одной косметичке. А у меня уже вот этот вот ящик огромный от комода. Он уже забит. я уже перешла на второй ящик. Одно время, я помню, даже мне в комментариях писали, я, в общем, хотела устроить себе год без покупок, но потом я сорвалась и решила со следующего года начать. Год абсолютно без покупок. Это дело нереальное. Начнем с этого. Например, сегодня у меня закончился гель для умывания. У меня есть два других геля от Невея, но они мне не нравятся. Они плохо очищают лицо. Я вообще дохрена геля для умывания использую, если честно. Трех марок. Сначала один тру-тру-тру, потом второй, потом пенка для умывания. Не понимаю, девушки, которые могут спать с макияжем. В общем, такие вот дела. Ребята, обязательно пишите. Что у вас там по экономии? Другие аспекты меня как бы не так сильно волнуют, как именно косметика. Я вам до этого тоже говорила. Я опять сделала заказ. Буквально в декабре, я на свой день рождения потратила почти 7 тысяч, получается, рублей и купила себе косметику. Вот буквально недавно мы с подругой с Фати, мы друг друга очень сильно подстрекаем. Вот. Мы сделали опять заказ. сказать, что тени Color Pop не настолько были нужны. нет, нет, я в принципе пользуюсь постоянно одними и теми же цветами, как вы видите. Но я купила. Зачем? Непонятно. Такие случаи частенько со мной происходят. с одной стороны, эти все дурацкие вещи меня делают счастливым. Когда я долго ничего себе не покупаю из косметики, у меня очень сильно падает настроение. Тем более, я сейчас принимаю препараты, которые вызывают депрессию. Поэтому мне хочется себя хоть иногда радовать. я всегда придумываю себе какие-то оправдания, когда я что-то покупаю, да? Ой, мне надо делать разные макияжи, чтобы видео были интереснее. Но мне, вы знаете, никогда никто не пишет, что Айка делай разнообразные макияжи, нам надоел твой один и тот же макияж. Это просто оправдание. Как мне нравится сейчас, как свет падает. Обожаю свою камеру. В общем, мои хорошие, на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Также пишите в комментариях, минималист вы или нет, или тоже барахольщицы, как я. Как вы с этим боретесь, если у вас был такой синдром или кажется вам, что это ерунда. Всех люблю, целую. Обязательно подписывайтесь, мне будет безумно приятно. Пока.